итак продолжим наше знакомство системами сигнализации тема этой лекции это ионные каналы сопряженные с рецепторами мы с вами разобрали две темы это тема же клеточные рецепторы же белковые рецепторы белки которые специализируются на активации же белков вторая группа это рецепторы сопряженные с ферментами или просто сами рецепторы ферменты только что мы предыдущей лекции это все с вами подробно разобрали ну и осталось нам рассмотреть один большой класс рецепторов это класс рецепторов каналов по уже по определению ясно что этот класс представляет из себя классические каналы которые пронизывают мембрана и образуют проход для ионов обычно крайне специфический и селективный для тех или иных ионов и обычно это ионы кальций калий натрий и вдобавок к этому рецептор имеет на себе еще сайты связывания каких-то молекул поэтому он и является рецептором эти молекулы меняют конформацию канала и как правило либо его закрывают либо это его открывают изменение конформации которые меняют правильный проводимость канала они используются как сигнальный как метод сигнализации для того чтобы рассмотреть поподробнее как происходят процессы сигнализации я как и в предыдущих случаях постараюсь рассмотреть один конкретный класс сигнализации это рецепция с помощью молекулы от стилхолина это знаменитый не менее знаменитая цепочка управления внутриклеточными процессами чем все предыдущие то что мы с вами рассматривали метаболизм гликогена и регуляцию уровня глюкозы в крови от стилхолиновая рецепция вот эта маленькая молекула которая здесь нарисована от стилхолин она является очень важным так называемом нейромедиатор это представитель большого класса веществ которые управляют нервными импульсами нервными клетками аксонами нейронами дендритами и всей этой прочей кухни везде в этих системах есть рецепторы и самые разные рецепторы в том числе те которые мы с вами до сих пор рассматривали но в этих системах очень важную роль играют рецепторы каналы и вот рецепторы каналы которые чувствительны к от стилхолину мы с вами попробуем рассмотреть на всю глубину до исполнительного механизма который включается с помощью этой рецепции и так что из себя представляют ионные каналы в нервных клетках ну в общем практически тоже что и в других клетках первую очередь в нервной клетке есть натрия калевая атефаза вот как мы ее здесь видим классическая атефаза такая же как и в эритроцитах и в любых других клетках она также точно работает она расщепляет молекулу атеф до молекул а дф то есть является классической атефазой и выносит из клетки 3 иона натрия возвращая в клетку взамен 2 иона калия это это атефаза этот насос является главным источником разности потенциалов на мембране особенность нервных клеток состоит в том что на них имеется довольно большой имеется довольно большая разность потенциалов и это разность потенциалов этой клетки используется для сигнальных целей разность потенциалов на мембране нервной клетки такая на внешней поверхности клетки имеется положительный заряд внутренняя часть заряжена относительно внешней на примерно 50 70 мили вольт это все ситуация которая имеет место в покоящейся клетки но и кроме этого насоса в клетке есть естественно всякие утечки для ионов все и он так или иначе через мембрану проходит но кроме этого есть еще целый ряд каналов которые не специально имеются именно в этих клетках они очень специализированы и эти каналы показаны вот здесь справа сбоку здесь в клетках в нервных клетках есть натриевый канал который может открываться закрываться пропускать натрий внутрь клетки что понятно калиевый канал который делает обратную вещь тоже по градиенту как калия внутри клетки много снаружи мало и поэтому он пропускает открываясь этот канал пропускает калий наружу вот кроме этого в клетке есть в этих клетках есть кальциевые каналы которые играют очень важную роль мы об этом с вами поговорим и наконец есть хлорные каналы и вот это вот отличие которое отличает эти клетки особенно от всех других базовой своей часть это то из-за чего в клетке существует разность потенциалов если вы вспомните в эритроцитах ситуация с хлором была другой там был белок полосы 3 белок который является анионным каналом через который хлор и анион h co3 легко проходили и это возможность анионом проходить через мембрану легко приводило к тому что разность потенциалов не возникало если клетка выносила положительные ионы вслед за ними легко могли выйти отрицательные если клетка вносила внутрь другие положительные ионы то соответственно компенсация электрическая компенсация легко происходила с помощью этих самых очень хорошо проводящих с очень высокой проницаемостью каналов для анионов для хлора в первую очередь в нервной клетке этого нет и хлор не может свободно проходить через мембрану он может выходить из клетки или заходить в клетку потому что значит есть хлорные каналы но концентрация хлора внутри клетки оказывается достаточно маленькой снаружи относительно большой и меняться это этот градиент не может очень сильно поскольку проницаемость этого канала невелика и это приводит к тому что перенос ионов натрия и калия приводит к возникновению градиента ионов наружу выносится больше заряженных ионов три натрия в обмен на два калия и соответственно внутренность клетки оказывается оказывается отрицательно заряженно и вот этот вот отрицательный заряд на мембране клетки он как раз клеткой используются как способ сигнализации и так значит то что из себя представляет ацетил холин и что из себя представляет составляет устройство, в котором этот ацетилхолин работает. Ацетилхолин – это сигнал, который выбрасывается одними нервными клетками и воспринимается другими клетками. Иногда нервными, а иногда и ненервными, ну, например, мышечными. Наша нервная система управляет многими клетками в нашем организме, в том числе и мышечными клетками. Из головы идет сигнал в мышцу о том, что нужно двинуть рукой или ногой. И вот этот сигнал передается от нервной клетки к мышечной с помощью ацетилхолина. Но не только. Иногда ацетилхолиновые рецепторы и ацетилхолин используются и для передачи сигналов от нервной клетки к нервной клетке. И суть этой передачи состоит в том, что ацетилхолин выбрасывается из клетки наружу, но не уходит во все пространство, которое вокруг существует. Он выбрасывается в определенную структуру, образованную двумя клетками, которая называется синапс. Этот синапс – это нарисованная на этой картинке пара двух клеток, которые образуют довольно плотное соединение друг с другом в виде такого углубления. Внутри этого углубления пространства, куда может попадать этот самый сигнал ацетилхолин или другие нейромедиаторы. А вот по бортику, который здесь на нижней клетке выступает, эта штука довольно плотно прижата к другой клетке. И поэтому ацетилхолин особо никуда не уходит. Выброшенный ацетилхолин остается в синапсе, и поэтому его концентрация там достаточно высокая. И он открывает каналы, которые находятся внутри синапса на мембране клетки. И эти каналы – это и есть ацетилхолиновый рецептор. То есть выброс ацетилхолина из клетки, которая сигналит из, скажем, аксона, приводит к тому, что на клетке-приемнике открываются каналы, через которые может происходить натрий и калий. Когда ацетилхолин связан с этим каналом, канал открыт. Когда ацетилхолина нет, канал закрыт. И дальше посмотрим, что с этим происходит. Но как происходит… Давайте сразу рассмотрим, как происходит выброс ацетилхолина. Очень похоже на ситуацию с инсулином, которую мы только что в предыдущей лекции рассматривали. Ацетилхолин синтезируется в клетке и размещается в гранулах. Эти гранулы имеют высокую концентрацию ацетилхолина и находятся в зоне… Они не распределены равномерно по длинному аксону, который сюда идет. Они находятся в области, которая близко находится к этому самому синапсу. И выброс гранул в синапс происходит в результате возрастания концентрации кальция в этой области. И есть кальциевые каналы, которые управляются потенциалом. Они при соответствующем напряжении открываются. Это приводит к тому, что концентрация кальция в этой области возрастает. И кальций вызывает выброс гранул. Ацетилхолин попадает в синапс. И, соответственно, вызывает открывание ацетилхолиновых рецепторов. Зачем так сложно нужно было устраивать? Почему нельзя было напрямую сделать? Я ответить не могу. Но вот такое устройство существует везде. И синаптическая передача – это универсальный способ передачи информации от одной клетки к другой. И в нервной системе, и в нервно-мышечных системах. И в данном случае кальциевый канал. Кальций является непосредственно сигналом, управляющим выбросом гранул. И кальций в данном случае управляется самым. Открывание кальциевых каналов происходит с помощью мембранного потенциала. Изменение мембранного потенциала открывает эти кальциевые каналы. Мы об этом еще отдельно поговорим. А пока давайте посмотрим, что происходит дальше. Если в зоне, которая образовалась между двумя клетками в синапсе, возрастает концентрация ацетилхолина, то вход натрия в клетку, в первую очередь именно натрия, приведет к деполяризации мембраны. И это повлияет на состояние мембраны в целом. Если посмотреть на то, какие именно здесь есть каналы, и дальнейшие пути передачи сигналов от этих каналов на какие-то внутриклеточные процессы, то, как обычно, уже нам это достаточно знакомо и привычно, мы увидим сложную картину, в которой полно всяких процессов, всяких каскадов и всяких киназ, которые чего-то включают, выключают. Я показываю эту картинку для того, чтобы вы, в принципе, знали, что тут довольно много всяких регуляций, но я не буду ничего рассказывать про эти регуляции, про ответы клетки на это, потому что самый главный ответ этой клетки простой, и регуляция его достаточно простая, мы ее сейчас и рассмотрим, игнорируя все остальное, которое, на мой взгляд, второстепенно. Ну, начнем с того, что поподробнее рассмотрим, что из себя представляет ацетилхолиновый рецептор. Ацетилхолиновый рецептор состоит из четырех таких блоков, субъединицами их нельзя назвать, но доминов, четыре домина, каждый из которых многократно пронизывает мембрану клеточную, имеет внутриклеточный и внеклеточный домен или сайты, которые складываются в некоторую такую структурку, в такую палочку, пронизывающую мембрану насквозь. Это все одна цепь белковая, вот так вот четыре раза, ну, не четыре раза, на самом деле, каждый раз, в каждой четверке, она много раз проходит через мембрану, но эти четверки образуют отдельные блоки этого рецептора. Четыре таких блока, которые соединяются между собой в кружочек и в просвет между этими четырьмя блоками может проходить йон. Значит, здесь показана структура ацетилхолинового рецептора, которая выглядит немножко странно. На этой картинке справа нарисовано пять каналов, а на предыдущей картинке мы с вами видели четыре. Ну, на самом деле, ситуация состоит в том, что четыре или пять вот этих вот столбиков, каждый из которых четыре раза пронизывает мембрану, она образует, собственно, канал. Но эти вот четыре или пять цилиндров, которые образуют рецептор, они отличаются тем, что эти цилиндры могут поворачиваться друг относительно друга. И при этом этот поворот приводит к тому, что просвет между этими цилиндрами меняется. Связывание ацетилхолина приводит к тому, что каждый из этих цилиндров поворачивается против часовой стрелки, так что гидрофобные области, вот бежевым показанные внутри этих каналов, которые перекрывали этот канал и препятствовали прохождению воды и ионов, теперь уходят в зону далекую от центра канала, а на их место приходят области этих каналов, которые несут на себе заряды, и они формируют заряженную пору, через которую могут проходить ионы натрия и кальция. И таким образом ацетилхолин, управляя этим самым каналом, открывает его или закрывает. Значит, дальше вопрос, что происходит дальше, что, собственно, произойдет, если откроются ацетилхолиновые рецепторы канала, и в клетку войдут натрий и кальций. В разных клетках происходят разные вещи. И мы начнем с мышечной клетки, в которой приход сигнала из нейрона и выброс ацетилхолина в синапс приводит к сокращению мышцы. Как это происходит? Значит, появление натрия вблизи от синаптического контакта от зоны синапса приводит к деполяризации мембраны в этом месте, локальной деполяризации. Эта деполяризация распространяется по всей клеточной мембране и приводит к тому, что открываются потенциал чувствительные кальциевые каналы, которые находятся в мышечной клетке в саркоплазматическом ретикулами. Ретикулами, которые связаны с вне клеточной мембраной и содержат в себе множество каналов, которые являются потенциал чувствительными кальциевыми каналами. Выброс кальция из саркоплазматического ретикулома в цитоплазму приводит к тому, что кальций активирует сократительный аппарат мышцы, как здесь показано, мышца начинает сокращаться и это и есть тот финальный результат, к которому клетка стремилась. В данном случае ацетилхолин вызывает выброс кальция во всей мышечной клетке и при этом распространение сигнала от синапса по клетке происходит с помощью распространения электрического импульса. Мышечная клетка очень большая клетка и просто за счет диффузии обеспечить возрастание кальция во всех местах оказывается по-видимому не очень возможно. И поэтому вот это саркоплазматический ретикулом, который пронизывает всю мышцу, он везде есть, повсюду есть, его нужно быстренько активировать. И вот для этого используется электрическая передача. электрический сигнал идет в эти самые каналы саркоплазматического ретикулума и открывает потенциал чувствительные кальциевые каналы. Мы с вами уже видели в предыдущей лекции, что деполяризация мембраны вызывала открывание кальциевых каналов, вход кальция в клетку и выброс гранул в бета-клетках поджелудочной железы. Там в гранулах находился инсулин и он собственно и выбрасывается. В мышечной клетке мы видим очень похожую ситуацию. Тоже деполяризация, которая вызывает открывание кальциевых каналов. кальция входит внутрь клетки и вызывает мышечное сокращение. Там кальций вызывал выброс гранул, а здесь он вызывает мышечное сокращение. Но как бы отличительной особенностью этой сигнализации является следующее. Наличие электрического электрической передачи сигнала. То есть есть некая фаза, в которой сигнал передается с помощью деполяризации мембраны. То есть распространение электрического сигнала по клетке. Ну вот если посмотреть как устроен потенциал чувствительный канал, то он мы видим очень похож на то, что мы видели с стилхолиновым рецептором, за тем исключением, вот тоже канал, много раз пронизывающий мембрану те самые спирали, и есть одна из этих цепочек в этом канале, вот на средней картинке это видно, потенциал чувствительная цепь. которая может находиться в одном положении и в другом положении. И если потенциал, ну как бы если разность потенциалов велика, то она находится, поскольку эти палки, потенциал чувствительные спирали заряжены положительно и снаружи тоже положительный заряд, их выталкивает внутрь клетки, и они стоят при нормальном потенциале покоя порядка минус 50, минус 70 милливольт, они вдвинуты в цитоплазму, и это приводит к тому, что канал закрыт. активационные структуры этого канала, активационные цилиндры, которые раздвигаются, как и в предыдущем ацетилхолиновом рецепторе, здесь они управляются положением вот этих потенциал чувствительных спиралей. И когда эти потенциал чувствительные спирали вдвинуты в цитоплазму, канал закрыт. Но если потенциал на мембране падает и снаружи становится напряжение близким к нулю, эти цилиндры вдвигаются внутрь канала и выходят как бы даже немножко наружу, тем самым открывая возможность активационным цилиндрам разойтись в разные стороны, что они делают, и через этот канал начинает идти ток. В данном случае нарисован как бы натриевый канал, потенциал чувствительный натриевый канал, но очень похоже устроенный потенциал чувствительный кальциевый канал. Ну, а вот дальше происходит некоторая физика, которая крайне важна, она работает универсальным образом и в нервных клетках, и в мышечных клетках, во всех, без исключения клетках, где происходит электрическая передача сигнала, происходит следующее, если у нас есть достаточно протяженная мембрана, это, скажем, аксон или нервная клетка, имеющая длинный длинный вырост, то происходит следующее, если в какой-то части этой мембраны, да, мембрана заряжена, снаружи положительный заряд, внутри отрицательный, и вся эта система покоится, если в какой-то части этой мембраны происходит открывание каких-то каналов, ну, например, как вот в случае с ацетилхолином, появился ацетилхолин, открылись каналы, через которые натрий и кальций заходят внутрь клетки, если в этом месте натрий и кальций зашел внутрь клетки, и мембрана деполяризовалась, на ней, по крайней мере, потенциал положительный, который был упал до нуля, а может быть даже и инвертировался, мы об этом отдельно поговорим, то что произойдет? В этой зоне, где, скажем, был синапс, произойдет деполяризация, и возникнет ситуация, когда у нас где-то, скажем, слева и справа вот от этой серой зоны находятся положительные заряды, мембрана заряжена положительно, а внутри этой зоны серой мембрана не заряжена или заряжена отрицательно, возникнет латеральный ток, поперечный ток, который идет вдоль мембраны, и тем самым этот ток переносит сюда заряды, а перенос зарядов сюда уменьшает количество зарядов в соседней области, происходит деполяризация соседней области мембраны, и эта деполяризация соседней области мембраны вызывает аналогичный процесс еще в соседних областях, то есть в этой системе возникает распространение электрического импульса, и вот эта самая деполяризация минус 50-60 милливольт внутри клетки сменяются на положительный потенциал или на нулевой потенциал, и это начинает распространяться в разные стороны. Как далеко может распространиться это изменение потенциала? Ну, если кто-то помнит электро, электричество, курс электричества из курса общей физики, то он понимает, что это распространение, как распространение электрического, ну, разности электрических потенциалов вдоль кабеля, оно будет затухать, и чем больше сопротивления внутренней среды, но и наружной среды для ионов, для движения ионов, тем быстрее эта разность потенциалов будет затухать. потенциалов если посмотреть с этой точки зрения на нервы, как на провода и сравнить их с проводами обычными, используемыми в электрических цепях с обычными кабелями, то окажется, что нервные клетки намного хуже, чем электрические провода. У них очень большое сопротивление, и вот эта разность потенциалов, которые генерируются в каком-то месте, ну, например, на аксоне, она очень быстро диссипирует, и потенциал дальше не будет распространяться, разность потенциалов распространяться, не будет эти все ионы более-менее перераспределяться, и установится некоторое такое стациональное состояние. Но сигнальные системы, которые работают в нашем организме, они должны работать иначе. Передача нервного импульса, как мы знаем, происходит на большие расстояния, иногда аж до метра, и на этих расстояниях, если импульс будет быстро затухать, то, собственно, смысла от этой системы никакого нет. Для того, чтобы система эта работала не затухающе, она сделана активной, в ней присутствует специальная система, которая, используя энергию, приводит к тому, что импульс не затухает. Как это делается? Разность потенциалов, которые существуют на мембране, она управляет каналами, которые находятся вдоль всего этого самого аксона. И зависимость этих каналов, то есть, их открытость и закрытость от разности потенциалов на мембране имеет сложный вид такой, который позволяет сгенерировать не затухающий импульс. Сейчас мы об этом поговорим поподробнее. Но для того, чтобы этот импульс не затухал и чтобы скорость распространения этого импульса была побольше, в длинных нервных клетках имеются еще зоны изоляции. Значит, есть специальные клетки, которые образуют миелиновую оболочку вокруг нервной клетки. Вот это вот такие пузырьки. Так что у нас эти пузырьки электрические, это хорошие электрические изоляторы. Поэтому ток, который произошла деполяризация где-то вот здесь в области слева от этой длинной цепочки. Ток потечет внутри и не будет особо десипировать, дойдет до вот этого перехвата, который называется перехват Ранвье. И в этом месте ток выйдет наружу, и поэтому путь, на котором произойдет изменение электрического тока будет достаточно длиннее. И это приведет к тому, что вся система будет тратить меньше энергии на передачу сигнала. Но неважно меньше или больше, все равно события, которые происходят дальше, они выглядят следующим образом. Если изменение потенциала небольшие, вот как это показано здесь маленьким печком, то это небольшое изменение не приводит к открытию каких-то специальных каналов и довольно быстро десипирует и область деполяризации, которая была в каком-то месте вызвана, скажем, ацетилкалином, она не будет особенно далеко распространиться. Она отойдет на какое-то расстояние и дальше все рассосется, потому что насосы восстановят все эти градиенты, все вернется в свое исходное состояние. Но если эта система преодолеет некоторый порог, то есть изменение потенциала окажется больше некого критического, которое здесь показано вот так, то концентрация натрия внутри будет продолжать нарастать после этого печка, потому что будут открываться натриевые каналы потенциал чувствительный. И до потенциала примерно плюс 30 милливольт натрий будет входить, продолжать входить внутрь, а при потенциале порядка 30 милливольт эти каналы начнут закрываться. Они потенциал чувствительный, они открываются при падении минуса от минус 50 60 туда в сторону нуля, а при плюс 30 они опять закрываются. Значит, натрий, который входил внутрь, а калий, который выходил наружу, перестанут выходить каждый в свою сторону, потому что каналы при этом напряжение уже закроются, и вся эта система пойдет назад в сторону опять реполяризации, и даже возникнет область гиперполяризации, из-за того, что кальция выйдет слишком много, и система перейдет в гиперполяризованное состояние. В этом состоянии клетка нечувствительна, ну, то есть относительно нечувствительна к другим возмущениям, то есть это некий рефракторный период. Но он продолжается какое-то время, насосы работают и в конце концов восстанавливают назад исходное положение, потому что каналы, которые определяли вот этот дополнительный выброс натрия и калия, они закрылись, они не остаются открытыми все время. И это приводит к тому, что формируется некий импульс, который имеет рефракторность. он формируется именно как импульс, то есть разность потенциалов быстро меняется, но ненадолго, потом назад начинает возвращаться в исходное положение. И это вот здесь показан этот натриевый канал с регуляцией, о которой я говорил. вы видите здесь эти потенциал чувствительные спирали, но помимо того, о чем мы с вами говорили, и то, что мы видели в других каналах, вот эти натриевые каналы, которые ответственны за генерацию нервного импульса, они имеют у себя еще одно приспособление. Значит, вот здесь вот внизу показана серым некоторая область, которая, ну, некоторый домен, который есть на этом канале, и он может закрыть канал даже в ситуации, в которой эти самые спирали чувствительные к потенциалу находятся в состоянии открывающем канал. Канал как бы может закрыться другим способом. При этом все эти процессы происходят во времени, и если изменение положения потенциал чувствительных спиралей происходит быстро, за десятые доли миллисекунды, примерно 10 минус четвертой секунды, эти каналы открываются, то вот это вот закрытие этих каналов уже при деполяризованном состоянии происходит за счет конформационных изменений, и оно происходит медленнее, не сразу. Этот канал сам себя закрывает, несмотря на то, что потенциалы остаются такими, которые способствуют открытию канала, которые оставляют потенциал чувствительные спирали в соответствии, в положении соответствующем открытому каналу. Но канал закрывается, все назад возвращается в исходное положение за несколько миллисекунд, до 30 миллисекунд продолжается эта фаза закрывания. Вот это время от одной десятой миллисекунды до 30 миллисекунд существует самый нервный импульс. И этот нервный импульс ограничен во времени. Но тот факт, что при этом потенциал возрастает очень сильно, приводит к тому, что этот нервный импульс вызывает деполяризацию соседних областей тоже. И вот что там происходит. Вы видите здесь, что если к какой-то области этой мембраны, заряженной отрицательно минус 60 вольт, мы приложим некоторый тестовый потенциал, то при потенциалах порядка минус 30 вольт появляется проводимость для натрия, которая очень сильно растет. Вы видите, она в десятки раз увеличивается. Практически закрытый канал, практически никакой проводимости нет, а при минус 30 милливольтах он начинает открываться и при нуле он уже открыт полностью. И это приводит к тому, что течет очень большой ток через эту систему. Но этот ток течет недолго. Как мы с вами видели, этот импульс продолжается несколько десятков миллисекунд и потом начинает обратно падать. И канал переходит в состояние, в котором он становится как бы рефракторным. и вот эта рефракторность зависит от того, что было перед этим. Вот если как поизучать эту рефракторность? Если подать короткий импульс длительностью 100 миллисекунд, вот как нарисовано на правой части этой картинки, и эту амплитуду этого импульса сделать довольно разной, то дальше после этого мы увидим генерацию вот этого потенциала действия, этого импульса, который нарисован был на левой картинке открыванием натриевых каналов. Так вот эти натриевые каналы открываются по-разному в зависимости от того, какое было приложено напряжение перед этим. Если этот самый предыдущий потенциал был минус 80, то ну то есть он был очень маленький, все было очень сильно внизу, то пик, который генерируется в результате такого, в результате возбуждения этого канала имеет максимальную амплитуду, но дальше с ростом напряжения в сторону положительного. Когда это напряжение достигает 40 милливольт или даже больше, амплитуды этого пика становятся все меньше и меньше, то есть каналы не открываются. Вот эта самая рефракторность и есть. Они закрылись не потенциалом, а своим собственным специальным регулятором, который отпустит их обратно через 30-40 миллисекунд. И поэтому пик ответа клетки на возбуждение зависит как от амплитуды этого возбуждения, так и от времени. Если между предыдущим импульсом и последующим проходит достаточно много времени, система успевает релаксировать в исходное состояние и отвечает максимальным сигналом. Вот здесь более аккуратно разобраны все потенциалы поляризации и деполяризации, но я не буду на этом подробно останавливаться, потому что времени у меня сегодня, к сожалению, остается уже совсем мало. Я и так сегодня перебрал в предыдущей лекции. Но суть та же самая. Вы видите, что зависимости все имеют похожий вид, так же, как оно и было. Главное, что мы сейчас должны еще рассмотреть, что вот этот потенциал действия, потенциал, который генерируется искусственным образом, то есть изменение потенциала усиливается за счет открывания потенциал чувствительных натриевых и калиевых каналов, оно вызывает не только импульс большой амплитуды в данном месте, но оно и вызывает распространение импульса. Причем это распространение импульса происходит особым образом, не затухающим. Почему? Потому что как только этот потенциал распространился на какое-то расстояние достаточно далеко от места, где был предыдущий импульс, и там произошло затухание потенциала, уже изменение разности потенциалов там не такое большое, как было в области максимума, то так бы все и затухло, если бы не наличие этого порога. во всей области, где потенциал хоть и маленький, но все-таки превысил порог, там откроются эти каналы и там пойдет генерация новых, там пойдет изменение потенциала до максимально возможных. Тем самым этот самый нервный импульс, который в том месте, где он был сформирован через несколько миллисекунд, закроется и под каналы закроется импульс начнет падать и система в этом месте перейдет в рефтоктерное состояние, в тех местах, куда она перешла произойдет активация, а каналы откроются и там изменение потенциала будет таким же, как было в исходном месте, то есть как бы произойдет распространение потенциала по пространству. И поскольку это активное распространение, оно использует разность потенциалов, которая была заложена в этой мембране, и каналы, которые искусственно открываются и пропускают очень большие токи, они компенсируют те потери, которые уходят на преодоление сопротивления, достаточно высокого сопротивления, содержимого клетки, они приводят к тому, что распространение становится незатухающим, и нервная система работает как бы как система из сверхпроводящих проводников, проводники, которые, на которых потери импульса, потери напряжения не не происходит, но не происходит потери напряжения, но не энергии, на то, чтобы это распространение импульса было незатухающим, нужно, чтобы клетка непрерывно перекачивала ионы, нужно, чтобы натрий-калевая АТФА заработал, то есть это энергетически компенсированная система, она тратит энергию на то, чтобы передавать электрический импульс незатухающим образом. Понимание механизмов передачи нервного импульса и устройства клетки, в которой есть вот такие специальные каналы, которые работают против диссипации, которые делают эту систему такой необычной электрической системой, понимание этого дела было сопряжено с работами двух великих ученых Ходжкина и Хаксли, два английских исследователя, которые первые осознали, что для понимания процессов, которые происходят в нервных клетках, нужно написать соответствующие уравнения. и они создали некую модель, которая сейчас и носит их имя, или, так сказать, уравнение Ходжкина-Хаксли, или модель Ходжкина-Хаксли, и эта моделька вот здесь нарисована электрически, это то, с чего они, собственно, начинали, что есть разность потенциалов на мембране, и эта разность потенциалов имеется в виде двух ионов, ну, два типа каналов есть, ну, скажем, натриевый и калевый, и у мембраны есть какая-то емкость, которая не позволяет всему происходить мгновенно, а вот это вот два потенциала натриевый и калевый, и еще имеют свое собственное сопротивление, вот здесь показанное как G, и это G зависит как от напряжения, так и от времени, и вот эта зависимость, она и приводит к тому, что в этой системе возникает незатухающие импульсы. уравнения Ходжкина к Хаксли, которые были ими написаны, они были довольно эмпирическими, вот здесь подробно расписана система дифференциальных уравнений, которую написали Ходжкин и Хаксли, и в этой системе значит у нас Жн это как раз ток, то есть проводимость для натрия, мы видим, что она зависит от потенциала, зависит от времени, и при этом она определяется двумя функциями, функции открывания канала и функции закрывания канала, это Фи и Кси, и эти функции входят сильно нелинейным образом в эти уравнения, вот в эти показатели альфа и бета, которые здесь стоят, делают эту систему сильно нелинейной, и Тау, которая здесь стоит, это все временные константы, поэтому это получается, что эти проводимости очень сильно нелинейно зависят от потенциала и от времени. И эта система, в которой специально вот они, так сказать, искусственно подобрали параметры так, чтобы хорошо описывать нервный импульс, эта система уравнений стала очень знаменитой. Почему? Вообще это довольно редкая вещь, когда в биологии какая-то такая теоретическая работа, написание каких-то дифференциальных уравнений или вообще каких-то теоретических представлений приводит к взрывообразному развитию какой-то области науки. Вот так было с изучением каналов, сигналов, потенциал чувствительности и всего прочего в нервной системе, пока все это происходило эмпирически. Сильно не хватало теоретического взгляда на предмет. И когда появилась система уравнений Кошкина-Хаксли, по сути можно сказать, что тогда родилась вся эта мембранология, большая наука о процессах, которые происходят в мембранах, в мембранах потенциалов, распространения нервных импульсов и всего прочего. Хотя сами по себе уравнения А сложные, Б неинтуитивные, и С не сильно молекулярные, но тем не менее в них присутствуют компоненты, которые реально в мембране есть, натриевые каналы, калиевые каналы, и так вот на пальцах эмпирически описанное их поведение, в зависимости от напряжения и времени. оно резко двинуло эту науку, потому что появилась гипотеза, которую можно было изучать и проверять. И появились, быстро стали развиваться инструменты измерения этих характеристик, проводимости мембраны для тех или иных ионов, открывания этих каналов, закрывания, зависимости от времени, зависимости от рефрактерности. И на сегодня это огромная область биологической науки, которая активнейшим образом двигается. И в частности из этого рассмотрения получается следующая картинка. Если у нас синапс, вернемся назад к стилкалиновому сигналу к стилкалиновому синапсу, если у нас где-то сгенерировался импульс, то он в принципе имеет тенденцию распространяться в обе стороны. Но если в каком-то месте от синапса, в зоне синапса произошла деполяризация и импульс отошел от синапса и стал распространяться по нейрону, то поскольку есть вот эта самая рефракторность, там, где импульс уже был, возбудить новый импульс удается не сразу, импульс становится однонаправленным, он может двигаться только туда, где его еще не было. А где он недавно прошел, в этом месте клетка или нейрон становится неактивным и возбуждение в это место назад вернуться не может. И импульс идет только в одну сторону, однонаправленно, и следующий импульс может прийти только после того, как рефракторность закончится. Ну вот, поскольку уравнения Ходжкина и Хаксли являются довольно сложными, интуитивно плохо понятными, в свое время некие математики Фицхью и Нагума написали простую систему дифференциальных уравнений, которая обладает похожим поведением. Эта система дифференциальных уравнений тоже очень знаменитая, она называется системой Фицхью Нагума, вот она здесь написана, в этой системе что имеется? есть некая переменная, которая называется активатор, и она скорость изменения активатора, то есть увеличение этого самого активатора происходит пропорционально ему самому в какой-то степени, здесь кубическая нелинейность имеется, и есть некоторый ингибитор-выключатель, который инактивирует эту систему. Есть интерпретации, это модель чисто химическая, но есть интерпретации, которые включают в себя изменения проводимости мембраны, и суть от этого не сильно меняется. Смысл переменных меняется, а сами уравнения остаются похожи. Зачем я привел эти уравнения? Зачем вообще их придумали и активно используют до сих пор с небольшими модификациями? Затем, что эта модель показывает идеологию формирования нервного импульса. Вот фазовый портрет этой системы, мы с вами с фазовыми портретами уже знакомились и видели разные варианты. Фазовый портрет этой системы выглядит следующим образом. В этой системе есть единственное устойчивое стационарное состояние, которое находится в точке пересечения изоклин. Одна изоклина этой системы уравнений ДВ по ДТ это просто линейная изоклина, в которой У и В зависит друг от друга пропорционально, не пропорционально, а линейно. Вот она здесь нарисована. А вторая изоклина имеет кубическую нелинейность, имеет вот такой винт, и точка пересечения этих двух изоклин находится недалеко от минимума, но на падающей ветви этой изоклины. и стрелки, которые здесь нарисованы, показывают как направлены траектории в разных местах этого фазового пространства, этого фазового портрета. И если мы посмотрим на окрестность вот этой точки, в которой у нас имеется стационарное состояние, то здесь имеет место фокус. Небольшие отклонения от положения равновесия приводят к тому, что система быстро возвращается назад. Ну, скажем, если мы отклонились вправо, то траектории у нас направлены, вот мы видим, что здесь поблизости от красной линии траектории направлены влево, система быстро пойдет влево в сторону уменьшения. этой переменной дойдет до изоклины, повернет вниз и довольно быстро окажется в этой точке. Но если изменение переменной, если это флуктуация или направленное возмущение этой системы направлено вниз и имеет амплитуду выше некоторой, ну, то есть уходит вниз ниже, чем вот минимум этой синей кривой, то траектории все ниже идут в сторону увеличения этой переменной. Переменная быстро устремляется далеко от состояния равновесия. Вместо того, чтобы возвращаться назад, она наоборот уходит очень-очень далеко куда-то, доходит до изоклины, поворачивает на ней вверх, идет вдоль изоклины, потому что как только она отходит от изоклины чуть-чуть за нее, в поле направлении прижимает ее назад к изоклине до тех пор, пока эта система не придет в максимум. А в максимуме значит эта система уже ее ни к чему не прижимает. может спокойно двигаться так, как траектория ей диктует, и она будет двигаться до другой ветви изоклины, вот до этой левой ветви изоклины, и дальше опять пойдет по изоклине, но уже теперь придет в это устойчивое состояние, и в нем останется. то есть ответ на возмущение в этой системе оказывается порогом. Значит, если мы посмотрим на то, как выглядят изменения переменных U и V, то мы увидим, что если изменение потенциала исходное, начальное изменение было небольшим, вот эта синяя линия на верхней кривой, то система довольно быстро вернется в свое стациональное состояние. Вот мы чуть-чуть вверх отклонились, и никуда не ушли, она назад пришла сюда, и здесь осталась. Но если отклонение было вниз по V, как мы с вами видели, и оно превышало некоторое пороговое значение, то система оказывается уйдет далеко в сторону, вот как она здесь ушла, и потом что-то произойдет, какое-то переключение, это мы прошли максимум изоклины, и дальше система релаксирует уже в свое стационарное устойчивое состояние. По второй переменной мы видим вообще очень резкие скачки вверх в одно состояние, потом в другое состояние, и только после этого релаксацию в исходное положение. Получается система, которая с одной стороны вроде бы устойчива, в ней есть единственное устойчивое состояние, и она в нем сидит достаточно хорошо, это состояние устойчиво при небольших возмущениях, но вокруг этого состояния есть зона, в которой ответ системы меняется скачком, она может генерировать импульсы. Вот это поведение очень качественно, точно отражает то, что происходит с нервным импульсом. И пороговое поведение, и вот эту генерацию импульса, которое какое-то время существует, а потом возвращается назад, оно очень хорошо описывает. Если к этим уравнениям добавить некий перенос, конвективный перенос, или диффузионный перенос, какой-нибудь член, который связывает пространственные изменения значения переменных в пространстве, то в этой системе возникнет распространяющийся импульс в ответ на превышение порога и генерацию вот такого сигнала в каком-то одном месте, по пространству побежит импульс с такой же амплитудой, не затухающей, и с такими же характеристиками, и это то, что мы наблюдаем в нервных клетках. Как раз именно по этому принципу оно все и работает. Таким образом, значит, я на этом хочу закончить. Мы видим, что потенциал чувствительные и вообще каналы, рецепторы, которые могут чувствовать либо какие-то химические сигналы типа ацетилхолина, либо изменение разности потенциалов на мембране, используется клеткой для специфической сигнализации, для сигнализации в виде нервных импульсов, в виде электрических импульсов, не затухающих импульсов, которые генерируются за счет работы натрия-калиевая атефаза и за счет специальных потенциал-чувствительных каналов. Ну, на этом, пожалуй, я закончу наше знакомство с тем разнообразием сигнальных процессов, которые имеют место в нашем организме, мы видели разные типы рецепторов, мы видели разные способы, с помощью которых исходный сигнал, будь то химический или какой-то другой, электрический или еще какой-нибудь, преобразуется в клетки и приводит к включению-выключению а также к каким-то регуляциям внутриклеточных процессов и мы увидели, что таких вот групп несколько и типов сигнализации, которые идут уже после первичного сигнала внутри, тоже несколько, это несколько типов внутриклеточных вторичных мессенджеров и несколько типов преобразования сигнала, это были, например, пороговое поведение, включение на какое-то время, потом выключение, как это было в синтезе гликогена, это может быть генерация каких-то импульсов, как это было с кальцевой сигнализацией, и это может быть электрическая активность, как это мы видим в случае с рецепторами нервной системы. Спасибо за внимание, до свидания. до свидания. до свидания. до свидания.